Ты чё, охуел что ли? Съебало что ли? Привет, ребята! Я Рома Дивизи. Сегодня я выбрался в город. Решил купить себе веб-камеру для компьютера. Ну, знаете, у меня раньше была, а сейчас нету. Надо купить. Веб-ку для компа. Заехал в магазин. Решил, прежде чем пойду выбирать веб-ку, выпью бутылочку пивка. Немножко, чуть-чуть совсем. Пойду выберу веб-ку. Хочу взять, чтобы снимала в HD-качестве 720 точек. Вот. С большим разрешением, с хорошим объективом веб-очку. Посмотрел я, обшарил всякие разные ресурсы на наличие веб-ок различных. Но ничего, ничего дельного я не нашел. В общем, скажем так. Поэтому я решил взять такую же, какая у меня была раньше. То есть, как она, Logitech-овская веб-ка. Да. Logitech C270. Я надеюсь, она найдется в продаже. Точно не знаю, потому что их давно уже не было в продаже. Появились более новые модели, но они более дорогие. А разницы... Разницы, по-моему, там нету кроме как дизайна и еще какая-то хуя мегапикселей заключающаяся. В общем, та веб-ка великолепная была, поэтому хочу сейчас точно такую же, ту же самую. Еще хотел руль себе сегодня купить. Ну, дальнобойщиков там гонять и вообще поприкалываться, поснимать видосы, пилить какие-то стримы. Для Ютуба там, да, опять же. Но решил сегодня за рулем не гнаться. Искал на Авито бэушный руль. Посмотреть, то есть, сначала как вам будет, понравится мне, не понравится. То есть, смысл покупать дорогущие рулины, да, с трулем педалями, там, с коробкой. Вдруг мне эта хрень вообще не понравится. И стримы эти, вдруг, гоночные не пойдут, дальнобойческие. Поэтому я решил так взять дешевый бэушный. Рубль за 500 совсем такую херню какую-нибудь на Авито. Попробовать руль пойдет, нет. Если понравится, то взять уже хороший дорогой с коробкой переключения передач, с виброотдачей там, с тремя педалями. То есть, с кучей, кучей, кучей всех наворотов. Это можно купить. Опять же, все будет зависеть от того, пойдут ли стримы. Но сегодня даже бэушный руль не поеду покупать. Уже вечер, уже вечер. И что-то как-то делать нечего. Куплю сегодня просто вебку. В следующий раз буду руль брать. Сделаю отдельные выездушки, покатушки. Не знаю, как этот трип по городу отдельно сделаю за рулем. Посмотрим. Опять же, надо будет выбрать. То есть, из нескольких рулей бэушных. Я вот склоняюсь к МОМО. Есть такой логитачерский, если не ошибаюсь, руль. Да, логитач МОМО называется. Неплохой руль с коробкой передач на две педали. И, говорят, довольно удобный. Насколько я почитал отзывы. Людям нравится этот руль этой фирмы. Говорят, что если бы не две педали, то люди бы не переходили даже на более дорогие модели с тремя педалями. Потому что руль полностью устраивает, целиком полностью. Не знаю, как я посмотрел. По мне так слишком мало функционала. На руле там всего шесть кнопок получается. Два лепестка, коробка передач. Снизу идут две педали. То есть, не хватает джойстика на руле или на панели управления. Ну, еще дополнительных несколько кнопок, мне кажется, не хватает. Посмотрим. Я вот думаю, МОМО этот взять. Хотя за пятьсот рублей его хер найдешь. МБУ за два косаря продается. Ну, хуй знает. Хотя бы его. В общем, пивасики я его пил. Сейчас пойду за покупками. Совершу покупки и поеду домой. А может быть в этом магазине я не найду нужные мне веб-камеры и поеду в другой магазин. В общем, время еще есть. Еще пять часов вечера, если не ошибаюсь. И до десяти магазина работы. Добрался я до дома. Купил себе еще хайники. В общем, вот он я. Снова перед вами товарищи. Забыл о чем я говорил. Соседи подошли, мужики дальнобойщики всякие. Они механики. Они механики уже захуярили. У меня вот этот уже белый медведь остался. Вот. Медведос я их башу обьявала. Да что я говорил-то? На. Ну вот съездил. В магазин. Купил проводов. Купил веб-камеру. Хорошую веб-камеру. Сейчас приду домой и помою ручки. После магазина помоюсь. И первым делом, конечно, вам сделаю онбоксинг веб-камеры. Покажу, какие провода купил. Провода я купил для колонок. Для ремонта акустики. Отремонтировать. Провода. Проводам уже лет десять колонкам. Ну или около того. Провода высохли уже и они не сломались. Нужно новые просто провода поменять. Провода купил хорошие, дорогие. Одни дорогие, одни дешевые. А так я дребет пироги. В общем, сейчас я запил удалочку пиваса. Выпью сигаретку. Шерсть, шерсть, шерсть. Шерсть повсюду произрастает. И пойду делать домой, делать анбоксинг. Продемонстрирую вам, как я уже сказал, веб-камеру. И провода. И изоленту купил. И изоленту. Анбоксинг изоленты. Ха-ха-ха. Так. Я не понял. Это что это? Ну и пиво, что ли? Ты что, охуел, что ли? Съебалась у меня! Ну что ж, вот я и дома. Оказался уже вечер. Уже хрен знает сколько времени. Не хочу вам показать свои покупки. Что я сегодня сходил, съездил в городе купил. В общем, ради чего все это видео, весь трип сегодняшний. Кивас. Волшебный гондурас. Ха-ха-ха. Что ты, сука? Не обиделся, что ли? На нахуй не жлоби, блять. Пей собака серая, блять. Так вот. О чем это я? Сегодня я помотался по городу, пошатался и, в общем, купил несколько полезных вещей. Прежде всего, конечно, я ездил за веб-камерой. Для того, чтобы для вас снимать стримы в уголке. Снизу или сверху. Там будет моя морда лица. Я буду с геймпадом или с мышкой. В общем, играть и... Ну, вы хотели стримов? Кто-то спросил, стримы, стримы, стримы. Я так подумал, да, почему бы нет? Попробую на ютубе для начала. Посмотрим, как оно пойдет на ютубе. Может быть, пойду на твич, перейду. Не знаю. Посмотрим. Разные игрушки буду стримить. Судя по просмотрам, я буду делать вывод, стоит ли делать продолжение. Допустим, начало стрима игры, отыграл два часа. Какой-нибудь там, я не знаю, любой игры. Хоть Вайнхерт, хоть, блять, я не знаю, Крайзис или еще что-нибудь. Судя по просмотрам. Смотрит народ, есть просмотры, я буду еще стримить. Нет просмотров, продолжения не будет. То есть, вот так вот. Судя по лайкам, чем будет больше лайков и просмотров, тем стримы не будут какими-то дикими, там, блять, и все такое. Будут обычные стримы, спокойные, но будут стримы интересные. Вы знаете, я умею заинтересовать. Для этого я купил вебку. Конечно, стримы можно снимать и без вебки. Но я считаю, что, видя человека, снизу видя его эмоции на игру, стрим становится на порядок интереснее. Не просто его слушать, комментарии во время игры, но еще и смотреть на него, на этого человека. Можно смотреть на игру, можно смотреть на человека на этого. Я думаю, что вебка нужна. У меня была вебка. Вот. Я ее пропил. Поэтому я купил себе новую вебку. Точно такую же, которая у меня была. Пропил. Сейчас кто-нибудь скажет, фу, алкаш. Нихуя этого не знаете, короче. Ладно. Купил для себя Logitech C270 HD. Вот такая вот вебочка. Ребята, я надеюсь, вам видно. У меня просто сейчас нет сзади Ивана Карифанова, вот там тут за пультом, чтобы мог направлять зум видеокамеры. В общем, вот такая вот вещь. У меня уже было, на самом деле, у меня уже было две таких вебки. Это уже не первая, это уже третья вебка. Точно такая же. Я два года назад купил эту модель. Ее я пропил через три года назад. Через несколько месяцев я купил еще одну вебку. Недавно я ее пропил. Год назад, наверное, не помню. Я сейчас купил себе еще одну вебку, точно такую же. Самое интересное, что ценник на них не меняется. Сама суть в этой вебке, в чем она заключается, в этой вебке суть? То, что она снимает в HD качестве, я уже сказал. 1280 на 720. Разрешение. Довольно хорошее разрешение в отличие от других. Потому, что большинство вебок, большинство современных даже вебок, они снимают, средняя ценовая категория до 2500 рублей. Они снимают разрешение там 708 на 430 или на 600 с копейками. в общем, разрешение говно у них. Эта вебка снимает, как я уже сказал, 1280 на 720. Почему она мне понравилась? Я уже третью вебку беру за три года. Третья вебка у меня. Именно такая. У нее что-то там, блядь, три мегапикселя, короче говоря, нормальная мужичка с собой всегда носит складишок, ножик, нож. Ага. Вот. Для чего? Потому, что по бокам есть скотч. Скотч надрезаем. Чтобы вебочку нашу освободить. И распаковать. Это знаете, ребята, такой анбоксинг, что ли? Ну да, это правда анбоксинг. Это анбоксинг. Типа того. Ну, вот такой вот. Это такой трип, я не знаю как это назвать. Ноченьки прогулялся по городу, сходил в кафе, выпил пиво. Покатался туда-сюда, все дела, погулял. Ну и заодно и прикупил полезных вещиц. Еще есть некоторые вещи. Так, потом я их покажу вам. В общем, вот она вебка. Тут какая-то хуёвина. Раньше такой пластмассы какой-нибудь не было. Ну, древетная проблема. Сейчас я ее там раздраконим нахать. Вот, все. Вышел. Открыл. Открыл. Та-да-дам. 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 Блядь. Марфин Дельсона. А ты чего не пьешь пиздук? Передавалим. Махнатый. Махнарилы не хочет. Ладно. Вот она. Выезжает красавица. Шестая коробочка. В топку. В топку. Раньше, к этой вебке, к этой вебке раньше, вот здесь, в комплекте шел диск. Маленький такой диск. Маленький такой диск. Или как он? CD. Хуй его знает. Короче, маленький такой диск. Забыл даже как называется. Раньше все понял. R3, блядь или хуй не помню. Короче. У него там был софт на диске. Только шел диск, софт и вот такая инструкция. Ну, на русском, естественно, все говно. Сейчас эта вебка продается без софта. То есть, софт качается просто с официального сайта для этой вебки. Можно скачать. Вебка великолепнейшая. Ребята, вот если вы видели мои старые видосы. Помните, я армейские байки снимал раньше. Еще первые армейские байки. Первые. Когда бы еще не было вот этого вот телефона, который я сейчас снимаю. Вот. Я снимал на вебку. Все охуевали нихуя себе качество. Типа это, о блядь. А это, ребята, это вебка так снимает. Это вебка снимает. Так. А думали, что на видеокамеру, блядь, снимаем. И звук такой охуенный. Это все вебка, ребята, снимает. Прикиньте. Но потом мне что-то звук разонравился. И я решил снимать на микрофон, который у меня имеется. Но это не суть важна. Главное сейчас ее распаковать и достать. Она тут замурованная, как... Знаете, как... Вот. Достал. Как? Не буду приводить сравнения. Вот. Шнур около полутора метров, я так думаю. У меня руки длинные. Они анонизмом закаленные, как у боксера, блядь. Ну сколько здесь есть? Метр, метр, метр. Полтора метра есть. Ну а у меня просто размахи руки около двух с лишним метров. Размахи мои руки. То есть у меня размах рук больше моего роста. Это на самом деле так. Ну не двух метров. Прибрал тоже. Метр где-то, блядь, восемьдесят пять. У меня размах рук, блядь. Я могу так столько человека, блядь. Валуй, валуй, обхватись сверху. Грубо говоря. Ладно. В общем, вот. Скачаем пиздоболь. Потустороннюю, нахуй. И приступаем к обзору вебки. Из чего состоит вебка? Вебка состоит из... Вебка как ложка. Состоит из держала, черпала и перемычки, блядь. Ладно, это относится только к ложкам. Здесь есть защитные пленки. Я вообще не понимаю. Нахуя вот здесь перешейк, ребята. Перешейк вебки. Вот здесь. Я надеюсь, вы видите. Сейчас я просто не знаю, блядь. Ко мне видеокамеру повернута, блядь. Тем концом, нахуй. Я вообще не понимаю. Нахуя здесь вообще нужна эта пленка, блядь. Для кого она? Для ребенка, блядь, что ли, блядь. Вот. Вот такая красавица вебка. Минусы какие в этой вебке? Неудобные крепления для больших мониторов. Для вот толстых мониторов. Для пузатых мониторов. Эту вебку и ее хуй прикремишь. Для всяких широкоформатных, тонких мониторов эта вебка крепится довольно легко. У нее есть наклон вверх-вниз. То есть по горизонтали и вертикали вы можете регулировать вебку. Но влево-вправо она не регулируется. Это, кстати, большой минус. Вот. Что еще хочу сказать из плюсов. Очень хорошо она записывает именно звук. Просто отличное качество звука напишет. То есть если у вас нет микрофона, вы можете использовать микрофон вебки. Не сказать, что он прям превосходит обычный там Genius аналог. Но тем не менее, встроенный микрофон вебки, поверьте мне, он очень неплохой. Очень неплохой. Я предпочитаю пользоваться отдельно. Вставляю микрофон вообще отдельно. Вебка вообще отдельно у меня. Микрофон на вебке отключен. То есть в настройках вебки я в компе, значит, отключаю в программе, отключаю запись звука с вебки. Я использую именно микрофон. Другой микрофон, соответственно. Что еще, какие еще минусы есть у этой вебки? У этой вебки есть огромный минус. У нее угол обзора, блядь, порядка, я не знаю, всего, наверное, 30 градусов. То есть чем ближе вебка, тем уже угол обзора. Ну, это понятное дело. Но, блядь, у нее совсем маленький угол обзора. У нее никакой. Посмотрите, какой не объектив у этой вебки, да? Видите, я надеюсь. Ну, надеюсь, вам, блядь, видно. Короче говоря, есть новая модель, появилась С310, если не ошибаюсь. Она стоит 2 столовых косаря вебка. Она выглядит точно так же. Ну, практически так же. Единственная разница, у нее здесь ободок по краю идет и шире объектив. Это единственная разница. Но у нее 90 градусов охват. обзора. То есть, если вы сидите, видно не только вас, блядь, видно еще пол в вашей комнате, нахуй. Ну, где вы находитесь, если вы снимаете. На этой же вебке видно только вашу харю, грубо говоря. Ну, чем дальше, тем, естественно, больше видно, но, соответственно, мельче картинки. В общем, это вот такой минус этой вебки. Что касается плюсов, я еще раз повторю, просто охуительное качество изображения. Независимости от освещения. То есть, будет освещена хорошо ваша комната, где вы снимаете, ваше помещение рабочее, да? Или будет хуёво освещено оно. В любом случае, картинка будет великолепной. То есть, там будет цифровой шум в темноте, но здесь есть функция такая red light и red валять хуя или что-то такое. В общем, есть, короче, функции, которые позволяют почти в полной темноте снимать без цифровых шумов и картинка будет четкой, великолепнейшей и охуеннейшей просто. Вот. Так же здесь есть встроенный, значит, встроенный предохранитель, вот здесь, как он, не предохранитель, да, есть по-новому, так как они ебанно называются. Задум. Диод какой-то тут ебаный, не диод, блядь. Короче говоря, чтобы она, нахуй, не перегорела. Если вдруг избыточное напряжение будет. Кстати, это USB 2.0. То есть, это тоже не первый USB, это USB 2.0. Да. Вот. И здесь находится сопротивление, вот в этой хуйне сопротивление, что если вдруг избыточное напряжение будет, она, нахуй, не сгорит. Вот. Охуенный звук, охуенная картинка. Кто смотрит, тебя на большом мониторе, там, допустим, с людьми общаешься. Я вот, помню, разговаривал с родственниками. Ребята живут, блядь, ебаный, как он город в Германии называется. Пизду его, короче. Ну, блядь, я не хочу сказать. В Германии этой ебаной, блядь. Франкрут А. Франкрут, блядь, фруклю, блядь. Франкрут на майне, блядь. Короче, живут ребята у меня, мои, значит, и мы с ними общаемся. Вот у меня была вебка, уже две таких вебки было. Я ставлю вебку, у них вот такая плазма, блядь, размером с мой матрас, нахуй, как на кровати, блядь. Вот они через эту плазму смотрят на меня. Они говорят, Рома, блядь, такое шею, что мы в кинотеатре тебя смотрим. HD видео, говорит, HD качество, говорит. Не ебаться, просто пиздец. Ни пикселей, нихуя. Ни цифровых шумов, ничего. Слышно, великолепно, картинка, просто потрясающе. Вебка, самое интересное, как я ее купил. Сейчас я вам расскажу. Это довольно забавно. Как я ее покупал, эту вебку. Я посмотрел дома ценники. Кстати, здесь сменные панели. Вот эту переднюю панель можно сменить. Здесь панели продаются с узорчиками. Все как хуйня. Я вообще не понимаю, для чего это делается. Мне лично вообще настраивает, какая передняя панель у вебки. Хоть ее вообще нахуй не будет. Лишь бы главное хорошо снимало. Не правда ли? В общем, в чем фишка. Пойдемте по пути, я покурю и вам расскажу заодно. Так вот, о чем я. Я посмотрел ценники дома. На новую модель C310, если не ошибаюсь, надо касать дороже моей вебки. Но чем она лучше? У нее чуть больше разрешения и чуть больше угол обзора. Единственная, в общем, разница по сути. И причем разрешение у нее больше матричное, пиксельное. То есть, по сути, разница небольшая. Так что я решил косарь лишний просто не тратить, а взять ту же вебку, которая у меня уже была два раза. Ту же самую вебку взять и купить. Сравнил везде ценники. В одном магазине она стоит столько, в другом столько, в третьем столько, короче говоря. Я нашел самый дешевый магазин, где эта вебка стоит порядка... Порядка хуй знает сколько денег. Ну, короче, сами можете посмотреть. В разных магазинах она стоит по-разному. Я нашел что-то там 1200 рублей, что-то такое, самая низкая цена на эту вебку. Поехал я за зарплатой за своей. Взял зарплату. И тут же, короче говоря, у меня полчаса зарплаты есть магазин рядом. Зашел я в этот магазин. М-видео. Шел я в магазин, в кафе еще посидел, пиво попил, зашел в магазин. Смотрел, у них в этой вебке стоит косарь что-то 600. Я говорю, ребят, ни хуя не пойдет. Я говорю, почему такая дорогая вебка? А он говорит, ну такой ценник, поэтому такая вебка дорогая. Я говорю, ну это не годится абсолютно ни хуя. Потому что в другом магазине, в медиамаркет, эта вебка стоит 1100. Я говорю, а у вас она 1600. Чуть лажа какая-то получается. Я говорю, ну вот так вот. Купайте. Вернее, нихуя. Я уж поеду так куплю. Либо вы мне скидочку сделаете. Вы знаете, а меня сестра научила. Меня сестра научила. Она говорит, когда в любом магазине бытовой техники, даешь адрес другого магазина в своем городе и ценник там ниже, то любой магазин тебе просто наверняка и 100% снизит стоимость до стоимости того магазина, лишь бы ты не поехал к конкурентам и не купил у них, а купил именно в этом магазине. Короче говоря, я не поехал в медиамаркет, я купил ее, эту вебку, веб-видео. Мне просто продавцы-косультанты, ребята так скинули разницу в цене. И я купил ее по той стоимости, которую она продавала с медиамаркет, чтобы мне просто не пришлось тащиться через четверть города, ехать в магазин и покупать. На самом деле я потратил эти деньги, в принципе, на такси, получается. Получается так. Но фишка в том, что я как раз не потратился на такси, мне не пришлось ехать туда, туда, туда. Получилось так, что я очень выгодно ее купил. Просто сказал, человек подошел к компьютеру, вбил адрес этого магазина, посмотрел стоимость этой вебки, почему она продается там, и мне ее продали именно по той стоимости, которая указана в том магазине. То есть дешевле почти на 500 рублей. В общем, вот таким образом я сэкономил и сейчас вам об этом рассказываю. Вы точно также в своем городе можете экономить. Есть где-то поблизости магазин бытовой техники у вас, где-то далеко еще какой-то есть магазин. Если вам ехать лень на такси или на маршрутках, я не знаю, хуй его знает. Вы хотите купить подешевле, вы можете просто указать, в каком магазине ваш товар стоит дешевле, и вам, если есть ваш товар в этом магазине, продадут его по той цене, которая есть там. Я надеюсь, все объяснил доступ, но вы ни в чем не запутались. Хотя я очень сильно, очень сильно в этом сомневаюсь. Я так очень запутанно говорю. Ну ладно, с вебками разобрались, сейчас ее буду подключать. Когда подключу, я еще на вебку скажу пару слов. А прежде, 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 прежде всего, перед этим я еще вам покажу еще несколько своих покупок, которые я совершил в том же магазине. Съебал отсюда! Ну что ты, пес мохнорылый? Все еще никак не напьешься, а? Ну давай, хуярь, хуярь, тебе ж блять пива не хочешь? Ладно, мохнатый, посиди, блять. Побьем-то в каре, пиздюк, малосольный, штука. Шутки в сторону. Что я еще купил там? Купил я, ребята, там шнур. Прежде всего, хочу сказать, что у меня акустика. Ну, я думаю, в одном из видео вы видели, у меня колонки на столе, небольшие стоят такие. Сателлиты. Стереосистема. Топ-девайс называется, да. Топ-девайс. Китайская фирма Топ-девайс. И очень-очень-очень мощный сабвуфер. С очень хорошим упругим и глубоким басом. Горизонтально расположен динамик. Диффузор выведен наружу на переднюю панель. Офигенный сабв. Колоночки не очень, на самом деле, звучат. Ну, терпимо, скажем так. Устраивает качество звука. Ну, почти 10 петель у меня. И меня это, в принципе, устраивает. Вот. И сабв. Очень-очень сабв. И там идут провода. От колонок к сабву. От компьютера к сабву. Все это запитывается на задней панели. Тюльпарными проводами. И эти провода, со временем, сколько, почти 10 лет, они высохли. Эти провода и сохлись, и они сломались. И они стали ломаные и переломанные. Короче говоря, сухие. И часто звук теряется. Потому что просто провода уже не контачат. Поэтому я купил себе новые провода. Сейчас я вам продемонстрирую их. Как я говорил раньше, у каждого русского нормального мужика, всегда с собой в кармане есть складничок. Итак. Вскрываем упаковочку. Вскрываем упаковочку. И достаем провода. Я купил 5 метров стерео шнур. Золотой. Ну, так, по крайней мере, называется он. Золотой. Почему он знает золотой? Потому что у него клево. Желтого цвета. То ли латунь, то ли покрытие латуневое. Я хуй его знает. Может быть, медно-латуневое. К сожалению, не бронза. Хотя бронза, нахуй, не нужна. Лучше медь бы была. Так. Я взял 5 метров. 5 метров хватит. Обосраться хватит. В общем, вот такой довольно толстый шнур. Вот это два. Это будет втыкаться в сабвуфер. Вот здесь двое. Два тюльпана. Они вот такие вот красивые. Золотистые головки у них. Зачечку ныряет ловко. Золотистая головка. В общем, вот такой вот тюльпан. Вот они раздвоенные. Вот такой красный, вот такой белый. Качественно сделаны. Довольно толстые провода. И мягкие вот здесь. Не жесткие. Вряд ли они сломаются. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Вряд ли они высохнут. Потому что довольно мягкая изоляция. И вот пять метров проводов. Пять. Пять. На мой взгляд, это ни хера не пять метров. Но там написано пять. Я не знаю. Но я уверен, что метров хватит. Вот. А на конце джек. На конце джек. То есть вот эти вот все провода, они уходят в джек. Раньше я пользовался как. У меня был переходник под два тюльпана с мини джеком 3,5 мм. Как вот здесь. Мини джек. И я вот этот переходник втыкал в тюльпаны. С другой стороны еще тюльпаны. Соответственно, качество звука теряется. Чем больше соединений, тем хуже качество звука. Вы должны это прекрасно понимать, если вы разгораетесь в этой неделе. Здесь без всякой заворочки. Сразу идет мини джек. Очень мягкий. Здесь, надеюсь, не будет ломаться. Вот. Стоят они не дешево. Что-то около 500 рублей такие провода. Пять метров этих проводов. Это я проведу от компьютера к сабвуферу. Также еще я купил. Также еще и купил еще провода. Но здесь нож не потребуется. Потому что здесь пакет, как у торговцев с пальцем открывается. Знаете, как с пальцем продают, блядь. Вот такой. Набель. На молнии, блядь. Как он называется-то. Вот. Это уже дешевые провода я взял. Они мне нужны для того, чтобы, короче говоря, колонки, у которых тоже уже высохли провода, колонки связать с сабвуфером. Они тоже длиной 5 метров. Вот. И колонки я свяжу с сабвуфером. Вот этими проводами. С одной стороны я лоткну два тюльпана. В сад. Два тюльпана пойдут. С другой стороны я обрежу провода. Вот так. Зачищу их. Эти провода. Тут в каждом проводе идут две жилы. То есть одна идет. В черном проводе идут две жилы. Там, когда снимаешь черную изоляцию, один провод идет голый. Медный провод идет. Второй медный провод идет в изоляции в тонкой. Вот. И эти провода я просто примотаю у колонок обрежу. Прямо вот так вот. И провода от колонок примотаю с одной стороны. А с другой уже воткну непосредственно с сабвуфером. Вот такие вот дела с проводами. Что я еще купил? Еще я купил изоленту. Анбоксинг изоленты. Сижу дурачишь вообще. Короче. Красная изолента. Анбоксинг красной изоленты. Стоит там 25 рублей. Это для того, чтобы изолировать те самые провода, которые я врежу возле колонок. Еще. Еще мне дают чеков кучу. Еще есть тут бумажка, которую я оторвал. Здесь кровь на ней. Потому что когда я ехал и открывал бутылку ножом, я обманял себе палец и пришлось оторвать бумажку от пакета. Да. Вот такие вот дела. На пакете написано. Покупая пакет, вы помогаете посадить дерево. Знаете, что это за жадные суки, блять, в этом видео? Они по 10 рублей такие бумажные пакеты продают. Пидорасы, блять. Они бесплатных такой должны давать, между прочим. Бумажные пакеты из вторсырья, из бэушной туалетной бумаги. Фу, гадость. В общем, ребята, вот такие вот пироги. На этом еще не все, потому что сейчас я пойду подключу вебку и скажу там всем пока-пока, но это еще не все. Я еще не подключил вебку. Да, ребята, прошло уже хрен знает сколько времени. С тех пор, когда я сидел, записывал, дурачился на диване и пинал енота, или кто это был, собачка, я даже не помню. Это было где-то в 8 часов вечера, а сейчас в 12 часов ночи. Я 4 часа возился с этой веб-камерой, я ее настраивал. Объясню вам сейчас все очень просто. Дело в том, что раньше у меня было 2 точно такие же вебки, но я никогда, абсолютно никогда не лазил в настройках. Почему я сейчас полез в настройки? Получилось все так, что у меня от старой вебки на моем вот этом вот мощном компьютере, дурмашине, сохранились старые, значит, получается, сохранились старые настройки от вебки, от прошлой вебки, скажем так. Провода, все херня, все понятно. У меня, в общем-то, на компе сохранились старые настройки. Я думал, что от старой вебки, от точно такой же вебки, точно та же самая модель, я думал, подойдет программное обеспечение драйвера. Я подключил вебку и понял, что я бисепнос ее получил. Я думал, ну не хуя себе, думаю, вебки бракованные, что ли, я так расхваливал ее, все дела, и получилось, что вебкамера бракованная. Кстати, я сейчас говорю не через вот этот вот микрофон, да, я сейчас говорю через микрофон вебкамеры. То есть, кстати, я сравнил звук с вебки и звук с этого микрофона, звук с вебки пишет охуительно. Правда, вот с этого микрофона, я его так настроил, что с этого микрофона, правда, еще пизже. Что уж говорить, все-таки динамик, принимающий динамик в этом микрофоне, все-таки он будет получше, чем в вебочке. Но все же, вебка пишет чище, у нее есть шумоподавление под названием Raysound, что-то такое, Rigsound. Я хусь, да я вам в английском мешаю. Не суть важна. Фишка в том, что старое ПО, программное обеспечение, к этой вебке не подошло. А дисков к этой вебке тоже не шло. Но я в самом деле подумал в начале, что вебка бракованная просто. Она глючит, не работает. В скайпе вебка работает. В общем, в программе, в одной программе тоже вебка работает. А сама вебка, в самой вебке, то есть, на которой я сейчас снимаю, я снимаю сейчас в самой вебке себя, она не работала. Я удивился, так немножко приходил, думаю, здрасьте, мордастя, две вебки было у тех же самых, все работало, а это не работает. Но я вспомнил, что у тех вебок были диски в комплекте, а у этой вебки диска не шло. Я думаю, может быть, дело с дровами. Я попытался обновить старые драйвера в старой программе, которые были изначально. Обновил дрова, перезагрузил 100-500 раз комп. После всяких обновлений, откатов и прочее прочее, я ебался, что тысяча, ребята, вы не поверите. Ничего не срабатывало. Залез в интернет, пошарился на сайтах, на форумах, посмотрел. Оказалось, все предельно просто. Нужно было просто качнуть дрова, но не с официального сайта, потому что с официального сайта качаешь, нихуя не помогает. Я скачал где-то старые древние дрова к этой вебке, блять, все заработало. Восхитительно просто. Я просто вахуй, шикарно. Ну и соответственно, у меня все стало работать, все без диска, без всего. Дрова качнул, старые удалил. Самое главное, старые дрова было удалить. Потому что я на старые дрова новые поставил нихуя. Старые удалил, комп перезагрузил, новые дрова загрузил, комп перезагрузил. Пабам, все заработало. Вот. Потом я и стал лазить в настройках. У меня вебка как? Раньше работала, я работала и вкусней. А сейчас я полез ковыряться, колупаться и что я нашел? Веб... Бля-бля-бля-бля-бля. В этой вебке есть скрижение с лицом. Вы видите мои руки, блять? Я ничего не двигаю, да. Эта вебка сама приближает и отдаляет. Ребята, видите, она следит за лицом. Я поворачиваюсь и она увеличивает мою борту лица. Главное это делать не быстро. То есть, если ты быстро перемещаешься, вебка не успевает реагировать. Но если делаешь это довольно медленно, движение, то вебка фокусируется на твоем лице. Вот. Если делать быстро, ей похуй, она особо не замечает. Вот такие вот, ребята, пироги. Видите, она поехала, поехала, поехала. Куда, блять? Ну-ка назад. Что, блять? Ого, назад, назад. Вебка, вебка, вебка. Ха-ха-ха. Я играю с этой штукой, я просто кайфую. Ха-ха-ха. Прикольная хуйня вообще. Ну, конечно, я стяжение за лицом отключаю, потому что это неудобная штука на самом деле. Когда двигаешься, она постоянно смещается. Ну, не вебка смещается, а кадр смещается. Это довольно неудобная вещь. Вот. Еще есть такая фишка зеркальная. Да, блять, нет, блять, заебали. Есть еще зер... Ну-ка сюда, назад, дополнительные настройки верните, блять. Вот. Есть еще зеркальная поебозина. То есть я могу сидеть курить и пиво пить, как говорится, блять, с этой стороны, блять, и тут же хуяк вуаля, блять, и я, вдруг, с этой стороны. Ха-ха-ха. Так делаю. Еще зеркальце. Так, хоба, блять. И еще зеркальце. Так, хоба, блять. Это прикольно, блять. Мне нравится. То есть, раньше, насколько я знаю, в вебках этого не было. Так же в этой вебкамере есть... Как же эта хуйта называется? Господи, боже мой, дай бог памяти. А как же... Эта вещь называется... Зеленый экран сзади, где можно всякую хуйню подставлять. Ну, ёбаный, блять. Ну, из памяти просто слово вылетело. Ну, вы поняли. Зеленый экран сзади, где можно всякую поебозину подставить, и там на фоне будет сзади всякая хуйня. Ну, в смысле, я имею в виду, там можно любой фон подставить. Типа, я на фоне горы, блять. Или я, блять, ебу... Там бабы ебутся, блять, а я тут сижу только как король охуенный. Ну, вот. В общем, здесь есть вот ебучий, блять, зеленый экран. Сука, название забыл. Ну и хуйся, не суть важно. Я не привык забывать всякие названия, на самом деле. Твою мать. Я знаю, как это называется, слово не помню. Дурацкая хуйня. Ладно. В общем, здесь есть много чего вообще в этой камере, в этой веб-камере, в этой камере есть параша, блять. В этой веб-камере есть много, на самом деле, чего, но меня, в общем, устраивает ее функционал. Мне нравится. То есть, она снимает хорошо качество изображения. Видите, у меня в комнате, в рабочем кабинете, в моей рабочей комнате, у меня сумерки сейчас. Довольно-таки темное время суток. Сейчас ночь. Уже почти половина первого. Темно абсолютно. У меня горит только один ламповый, блять, барный светильник. Кэмл. Верблюд этот, блять. Поняли, да? Сигареты. Все. Больше никакого света нету. Но смотрите, какое охуенное качество у веб-ки. То есть, она, я хуй знаю, нет шумов особо сильных, вот сзади цифровых, которые на входе постоянно сверкают, блять. Этого нет, как у старых веб-ок. Очень радует, на самом деле, ребята. Вот я смотрю на себя, вот сейчас я не выключился, на себя сейчас смотрю, я вот не замечаю ни шумов, ни полос, нихуя. Я вручную настраивал. Там есть автонастройка, есть right light, блять, написано. Да, right light. Я включал right light, но в темноте, когда снимаешь в темной комнате, появляются горизонтальные полосы. При свете дня этого не будет, при хорошем освещении. То есть, либо свет, если включить, либо днем, если окно открыть, ну, в смысле штору отдёрнуть, горизонтальных полос не будет, и можно смело включать red light и всё прочее. Но когда снимаешь в затемнённом помещении, вот сейчас, допустим, я снимаю, и чтобы не было полос, как у старых веб-ок, вот это всё, мерцание, чтобы не было шумов, отключаешь red light и настраиваешь вручную. И там буквально два-три ползунка подвинул, и всё, вот такая вот картинка чистая и ясная. Всё великолепно. К тому же охуенно слышно, как вы наверняка видите, слышите. Я снимаю, уже повторяюсь, да, я сейчас снимаю вебку и говорю в микрофон, который встроен в вебку. Она охуенно просто пишет. Я не жалею, что потратил там четыре часа для того, чтобы разобраться с вебкой. Раньше я просто снимал на отъебись, как попало. Ну, вебка снимает, взял микрофон свой, бла-бла-бла. Сейчас вебка охуенно пишет звук. Я могу этот микрофон подключить, если я хочу поближе. То есть полная раздоль, полная свобода действий. И ещё раз говорю, ребята, на сегодняшний день это в ценовой категории за тысячу с копейками, это лучшие веб-камеры. Вот реально лучшие. То есть лучше в неё хуйня идёшь, это на самом деле. Сколько я облазил формов, сколько я облазил всяких обсуждалок и всего прочего. Нигде не хуя ничего подобного. Только вот одна вот эта вот вебка. Многие советуют там хилют пакат, можно купить вебочку. Типа у неё дохуя мегапиксели, она типа снимает заебись. Снимает заебись, ребята, вот что. Мой телефон, блядь. Вот это вот охуенно, блядь. Вот я на него же снимаю постоянно, блядь, на свою мобилу. Вот на этот вот Samsung Zoom. Как говорится, как он, блядь, Zoom, ну вот пальцем, блядь, Zoom, нахуй. Вот этот телефон, блядь. Вот казалось бы, да? Кто бы подумал бы, нахуй. Вот это вот. Ну и что-то ещё кайсник, он говорит. Вот. И я снимаю, как правило, на него. Но даже он ночью не даёт. такого качества, как сейчас даёт вебка. То есть у него есть огромные преимущества. У него 16 мегапикселей, камера, большой и довольно объектив. И вообще он охуительный просто. Его можно использовать как фотоаппарат, как видеокамера. Он просто шикарен, блядь. Но вот вебка есть вебка. Как, допустим, те же самые летсплеи, блядь, стримы. Я хотел сказать стримы, да? Те же самые стримы снимать, допустим, с него вообще невозможно. С этой машиной. Снимать на вебку стримы. Самое, как говорится, благообразное дело. Почему я раньше стримов не делал? Потому что не было вебки. Помните, как из мультика? По черепечке он говорит. Почему я раньше злым был? Потому что у меня велосипед без седла, блядь, был, нахуй. Ну вы поняли, шутку нюмора. Короче говоря, сейчас будет вот здесь, где-нибудь в уголке, вот в нижнем, я не знаю, где-нибудь будет стримы Тимой. Там будет снизу морда лица, вот так вот, в уголке. И тут на экране будет игра. И я буду съесть геймпадом, блядь, развалившись в кресле. Так, в уголке, вот так маленьким где-нибудь, в уголочке. Так, я буду хуярить, какую-нибудь игру, блядь, два-три часа стрима. Вы будете смотреть, он здесь вам понравится. Вот. Мне показалось, снимать стримы без вебки не вариант. Поэтому я подождал немножко и купил вот вебочку себе. Думал, на самом деле стоит снимать стримы, а не стоит. Ну, все-таки решил купить еще раз вебку. Мне, нахуй, в принципе, была не нужна. Но я решил попробовать еще раз заняться каналом. Может быть, стримы пойдут, я хуй его знаю. Надеюсь, пойдут стримы. Но они пойдут и будут снимать сам для себя, в конце концов. Все равно я в игры играю. Какая именно, в принципе, разница, да? Снимаю я стрим или я просто играю? Не, ну конечно, когда я просто играю, я сижу молча, не комментирую. Я, блядь, блядь, по сто раз в сейвлюсь, там бегаю по всяким нычкам, блядь, ищу чего-то там, чего-то, кого-то. Короче, компьютерю и прочее. Даже в сингловых играх. Ну это вообще посторонняя тема. Сторонняя тема и к этой теме она имеет практически никакого отношения. В общем, если вы хотите приобрести себе веб-камеру, могу рекомендовать лишь одну модель. Это Logitech. Самый вот. Можете взять, как у меня. Он Logitech называется C270 HD. И есть еще Logitech C310 HD. Он помощнее, посильнее, он, конечно, поинтереснее будет. Но он дороже на косарь. Разница небольшая. Разница лишь в том, что у него охват больше. То есть вы видите вот сейчас меня вот так. Если бы я снимал на 310 Logitech, вы бы видели вот, наверное, вот так немножко. Ну, пошире бы, я хуй бы знаю. У него угол обзора больше, у этого Logitech, у 310. Вот в чем прикол. Ну, и матрицы у него побольше. Но на видео, так как видеоразрешение одинаковое у них, разницы в матрице не почувствует никто абсолютно. Поэтому это лишь понты и чрезмерное задирание ценника, скажем так. Лишь за увеличенный обзор удрать косарь лишний, я считаю, не вариант. Я считаю, что переплачивать лишнюю 1000 рублей за то, что обзор будет там по 10 сантиметров больше с каждой стороны, ну, не вариант вообще ни хуя. Кстати, за это переплачивать пизду. Мне и так все устраивает. Звук охуенный, картинка великолепная, мне нравится. В общем, я уже сижу 15 минут, пизжу, видео выйдя, наверное, на полчаса длиной, если даже не больше, блядь. Я хуй его знаю. Сейчас буду сидеть монтировать. Может быть еще банку белого скажу, куплю. Хотя в холодильнике еще бутылка белого медведя у меня стоит. У меня стоит бутылка белого медведя, да. Еще вот такие вот дела. Купил себе вебку. Поменял, кстати, провода. Не фонит, ничего, все великолепо. Вообще звук шикарен, просто охуенно. Я прям не ожидал. Я прям обрадовался. Я вот нисколько не жалею денег, что потратил на эти провода, что столько они стоят. Но действительно они того стоят. Дешевые провода вот там валяются. Еще их кто бы переделывать на днях как-нибудь, может быть, если вдруг захочется. Ну а вот тот самый провод, который постоянно фонил, и я поменял его на дорогущий такой шнур хороший. Я ни в коем случае нисколько не жалею. Я считаю, что вот он такой-то мягкий. Да, он мягкий, он такой толстый, как писио пионера, блять. Не знаю. Классные провода. Да, и я почему-то всегда поебастически относился. Думаю, вот возьму из кусков-то скручу двинный шнурюповый. Нет, сейчас заменил. Смотрю такой, блять, нормально, без всякого фона. Вообще звук великолепно чистая охуенно. Мне нравится. Ну а на сегодня все. Ждите стримов. Не знаю. Как куплю руль, буду снимать стримы про дальнобойщиков. Помните, может быть, квас на Донбасс, да, как я вез? Было весело, забавно. Это было без руля, без вебки. А прикиньте, представьте, ребята, теперь сейчас будет вебка с вебкой. Вебка будет стоять вот здесь. Вебка будет снимать не меня и, блять, как раз меня. Вебка будет снимать меня сзади, как бы с затылкой. Вот в этом вот воинском кресле от КамАЗа, блять. Здесь на столе будет руль, блять, у меня коробка передач. Две или три педали, блять. Большой монитор. У меня огромный монитор. Большой монитор. И вебка будет снимать прямо вот мониторы, сиденья все. И вы будете вот всю хуйню наблюдать именно из квартиры из магии. То есть не с монитора, а именно из квартиры с вебки. Монитор будет стоять вот здесь. То есть вы будете прямо из квартиры наблюдать. И я сделаю, выведу звук, чтобы все очень чисто все это дело было. И это будет классно. Осталось только купить руль с педалями. Причем хочу я купить, как я уже раньше говорил, бэушный руль попробовать. Но пока что надо немножко денег подкрепить на это дело. Все-таки хуёвый брать не хочется, даже бэушный. Лучше взять бэушный хороший, чем бэушный хуёвый. Поэтому, как соберу денег на пиздатый руль. Кстати, если есть у кого желание, можете подкинуть. Вот. Ну, напишите в личку мне в контакте. Я вам дам кошелёк и можете подкинуть. Я не возражаю, не против. Буду снимать дальнобойщиков. Прикольные истории, так сказать. Ну, вы знаете, как я умею. Свой сюжет и свой сценарий. По ходу дела прямо. Фьес, как говорится. Вот. Что по блогу стримов, я уже говорил. В игрушке я буду просто стримить. В уголке будет морда лица стоять где-нибудь там. Ну, поняли, да? Слепки. И просто будет стримить. Такие вот дела. Собака кошку родила. Уже 20 минут записываю. Я всё бла 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 бля. Я язык уже в толпе пытаюсь. Мне еще это монтировать не было. Вот то, что я сегодня днем на телефон наснимал, сейчас еще с телефона и с вебки все это делаю вместе. Рендерить все это, все это монтировать. На самом деле не хочется ни хуя вообще. Мне так все устраивает, мне так все хватает. Реально, мне хватает без всего. Но я это делаю, это мое хобби. Лень, но если заставляю, в конце концов все таки интересно, когда я это, Роман Сергеевич, мы вас уважаем, люди мне пишут в личку. Мне это нравится на самом деле. Ну, тщеславие, да, дешевое такое тщеславие, тем не менее, это прикольно. Это лучше, чем, я не знаю, чем наркоманить по подъездам, блядь. Сука, 18 лет. Ладно, ребят, все хорошо. Значит, увидимся на канале YouTube, увидимся в группе ВКонтакте моей, увидимся в личке, спишемся. С вами был Роман Дивиди. Подписывайтесь на канал, ставьте Лойс. Всем пока, пока, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова